Меня слышно? Отлично. Замечательно. Еще раз всем здравствуйте. Рада вас всех приветствовать в городе Ростов-на-Дону на этой замечательной конференции МУМ. Сегодня 22 марта 2019 года. С радостью хочу познакомить вас с нашей командой. Меня зовут Челак Ирина. Я представляю компанию MTI Group. Мы с нашей командой приехали из города Москва. И мои коллеги Олег, Влад и Сергей рады пообщаться с вами на нашем стенде после нашего стола. Спасибо. Буквально вкратце, чем занимается наша компания, а вернее группа наших компаний. Ну, наверное, самая главная наша деятельность – это системная интеграция. Нам этим заниматься нравится. Мы в большей своей степени заняты именно этим. Также мы осуществляем техническую поддержку, аутсорсинг, разрабатываем программное обеспечение, занимаемся разработкой собственного софта. Также занимаемся разработкой и производством собственного оборудования на базе Микротик Роутерборд и Роутер Уэс. Это бренд Stix, он известен в России и Сетран в Европе. А также мы занимаемся обучением и сертифицированием специалистов по программе Микротик и также Астериск. И не только в Российской Федерации. Совершенно коротко обо мне. Также являюсь тренером по Микротик Роутер Уэс с 2015 года. И осуществляю определенные функции в группе наших компаний. О чем же мы с вами сегодня поговорим? Тема достаточно такая, знаете, злободневная. Организация Wi-Fi, а также с использованием ходспот и смс-авторизации в общественных местах и в корпоративном секторе. Конечно же, с использованием Микротик, и Роутерборд, и Роутер Уэс, и также наших собственных разработок. Давайте начнем, как любой театр начинается с вешалки, любой проект начинается со схемы. Мы с вами рассмотрим вполне себе реальную ситуацию. Вполне реальный проект, небольшой, но он легко может прилететь к кому-нибудь из вас, как к системному интегратору или системному администратору. Допустим, нам необходимо организовать беспроводную сеть в небольшой кафешке. Мы провели некоторые обследования, сделали определенные расчеты, поняли, что нам необходимо две точки доступа, допустим. Ну и мы бы хотели, чтобы они управлялись неким контроллером. Естественно, мы в качестве оборудования выбрали замечательное оборудование Микротик. Мы на этой конференции, ничего другого мы и не думали выбирать. И давайте рассмотрим, какое же у нас есть ТЗ. Мы хотим реализовать, чтобы наш Wi-Fi был двухдиапазонный, 2,4 ГГц, 5 ГГц. Мы хотим реализовать механизм Handover, также Band Stealing. Мы хотим, чтобы наши точки доступа управлялись контроллером. Также мы логически опишем и организуем три беспроводные сети, а именно у нас будет сеть рабочая для определенных терминалов. Ну, вы знаете, в кафе официанты часто собирают заказы специальными гаджетами. Также у нас будет сеть корпоративная для сотрудников. Ну и как же без гостевой сети, конечно же. Мы хотим организовать выход гостей в интернет посредством HotSpot. И, естественно, мы соблюдаем законодательство, мы хотим, чтобы у нас была правильная авторизация. Давайте попробуем данный проект реализовать. Что мы с вами рассмотрим? Мы рассмотрим совершенно простые базовые конфигурации маршрутизаторов. Также мы настроим на базовом уровне Wi-Fi, HotSpot и прикрутим на все это, к всему этому авторизацию. Долго останавливаться на каких-то базовых конфигурациях мы не будем, но, тем не менее, рассмотрим настройку коры центрального маршрутизатора, который у нас будет и шлюзом-выходом в интернет, и также капсманом, и также HotSpot-шлюзом, и будет осуществлять определенные функции по защите и ограничению скоростей. Также мы настроим с вами капы, беспроводные точки доступа. Если мы поговорим о настройке коры центрального маршрутизатора, то, естественно, мы дадим ему какое-то имя, оформим идентификацию, пропишем IP-адреса правильным образом на бриджах и организуем определенные бриджи LAN, BORC, CORP и GUEST. Вот такое количество сетей у нас будет, собственно, и IP-адреса мы пропишем на бриджах. Как мы видим, в командной строке мы можем работать как в расширенном варианте, так и в сокращенном. Все обладают техникой комфу в этом вопросе. Думаю, несложно. Далее на Ether1, допустим, куда у нас подключен оператор связи, мы настроим DHCP Client. И на бриджах, собственно, настроим DHCP сервера для того, чтобы раздать IP-адреса в сетях. Упомяну вкратце буквально о таком параметре, как ListTime. Мы помним, что по умолчанию микротик он был то 3 дня, а то теперь он 10 минут. Ну, смотрите, чтобы не наколоться и не наступить на определенные грабли, давайте все-таки не в гостевой, но в корпоративной сети все-таки изменим лист Time с 10 минут на, допустим, часа 3. Потому что бывают некоторые проблемы и нюансы с определенными гаджетами. Не будем говорить, с какими. Ну да, ладно, скажем. С разными айфонами. Поэтому давайте все-таки в корпоративной сети этот параметр увеличим. Где у нас большой проходняк, где у нас много клиентов, которые постоянно включаются, подключаются, да, там 10 минут актуальны, хорошо, но в корпоративной сети, где у нас много гламурных сотрудников, сделаем 3 часа, допустим. Итак, что по поводу firewall? Ну, во-первых, чтобы нам упростить задачу, мы организуем адрес-лист и добавим в него все наши локальные сети. Далее мы будем манипулировать этим адрес-листом в различных настройках. Допустим, мы сделаем с вами правило в NAT, masquerade, и сделаем его для нашего адрес-листа. Естественно, в firewall мы с вами сделаем совершенно стандартные правила. Мы откроем с вами established related соединения и защитим наш маршрутизатор и локальную сеть. Не будем долго на этом останавливаться. Все эти совершенно известные нам вещи мы проходим на курсе МТСНИ, и многие из вас, я думаю, уже знакомы. Ну, понятное дело. Сейчас задам риторический вопрос. Я его всегда задаю ребятам на курсах. Он даже не требует ответа. Как вы считаете, оборудование, которое вы используете в своих сетях, должно уметь ограничивать скорость пользователям? Ну, думаю, все улыбнулись, и действительно мы понимаем, что никакой торрент-клиент не должен положить на колени всю нашу сеточку и мешать всем остальным достаточно качественно работать. Поэтому в базовой конфигурации мы настроим с вами htb-деревья. Какая у нас задача? Оператор, допустим, нам предоставил 50 мегабит. Upload, download, все хорошо. И мы хотим, поскольку у нас три сети имеют выход в интернет, это локальная сеть, корпоративная Wi-Fi и гостевая Wi-Fi, мы распределим эти 50 мегабит следующим образом. 20, 20 и 10, соответственно. Понятно, что в более сложных проектах, в более сложных конфигурациях мы бы с вами приоритизировали разные сервисы, мы бы настраивали более тонкие настройки htb, но для этого нам необходимы были бы дополнительно расширенные знания. Что такое SIR, MIR, Limit Ad, PCQ, SFQ. Всем этим вещам мы действительно уделяем должное внимание на курсе Traffic Control Engineer. Но сейчас мы с вами рассмотрим совершенно простую историю, но для вашей кафешечки этого будет вполне достаточно. А история будет следующая. Допустим, у нас есть три сети, которые имеют выход в интернет. Канал 50 мегабит. Мы решили его распределить, соответственным образом, 20-20-10. Локальная, корпоративная, гостевая. Но при всем при этом, если у нас подключается в одной из сетей всего лишь один клиент, он все 50 мегабит совершенно спокойно может использовать и жить себе прекрасно и припеваючи. Если же у нас в какой-то из сетей подключится, допустим, два клиента, они замечательным образом между собой эти 50 мегабит поделят. Но если у нас появляется по одному клиенту в каждой из сетей, то, естественно, они будут использовать только те отведенные мегабиты, которые мы выделили для каждой сети 20, 20 и 10. И, соответственно, если клиенты будут добавляться, трафик будет делиться поровну в отведенном диапазоне скорости. Допустим, вот видите, у нас подключилось два персональных компьютера или два клиента, и они уже десяточку делят пополам. И так далее, и так далее, и так далее. Действительно, такое равномерное распределение скорости позволит нам избежать ненужных проблем с какими-либо торрентами или другими злостными качальщиками. Чтобы все это настроить и реализовать, нам необходимо сделать маленький проект HTB. Что мы с вами будем настраивать и что использовать? Использовать мы с вами будем HTB Global. Мы создадим два глобальных дерева корневых, HTB Global Upload и HTB Global Download. И, естественно, основными потребителями трафика будут наши листовые деревья, наши дети, дочерние очереди. В качестве классификатора для дочерних очередей у нас будут IP-адреса наших подсетей. Итак, в HTB Global Download у нас дочерними очередями будут наш LAN, GUEST и CORP беспроводные. То же самое и в HTB Global Upload. То есть мы создадим две корневые очереди, и у каждой из них будет по три дочерних. И классификатором будут IP-адреса наших подсетей. Ну, это всего лишь проект. Как это все настроить? В IP-Forewall Mangle мы с вами предсведем определенную маркировку нашего трафика. Для наших сетей, локальной, корпоративной, гостевой, мы отмаркируем вначале соединение, а затем внутри каждого соединения, соответственно, отмаркируем с указанием интерфейсов, определяющих upload или download пакеты. И у нас получится три группы маркировки для нашего LAN, CORP и GUEST. Маркируем соединение, внутри соединения пакеты. Один тип пакетов будет отвечать за ограничение upload, другой — download. Ну, совершенно несложно. Вот таким образом это все будет выглядеть. После маркировки мы построим в QA3 наши деревья. И выглядит это схематично будет таким образом. У нас есть два корневых дерева. Мы видим QA download, QA upload. И внутри них по три дочерних листовых дерева. И мы видим, какие максимальные скорости мы предоставляем и также какие гарантируем. Ясное дело, что у вас может возникнуть очень много вопросов. Почему у нас 50 мегабит, а здесь мы указываем 45 мегабит? Что мы можем приоритизировать и какие HDB-деревья строить? И на upload, и на download? Или мы можем управлять только upload? А download не можем. А что, если у нас несколько WAN-интерфейсов? А что, если у нас полная загрузка канала? А что, если таких вопросов может возникать очень много? Действительно, мы очень плотно этой темой занимаемся. В проектах используем и с удовольствием делимся на курсе Traffic Control Engineer. Поэтому, ребята, если есть желание посетить, будет очень интересно. Что же по поводу наших беспроводных точек доступа? На них все просто. Здесь мы настроим IP-адресацию, шлюз по умолчанию, ну и, собственно, DNS. Это что касается базовых настроек центрального маршрутизатора и точек доступа. Теперь мы перейдем к настройке беспроводной части. Собственно, все настройки беспроводной части наши точки доступа должны будут получить от контроллера. Посмотрим, что мы здесь должны настраивать. Итак, мы будем настраивать с вами контроллер на центральном коре маршрутизаторе. Ну и, собственно, естественно, на наши точки доступа настройки получат. Что именно мы будем настраивать, что именно реализовывать в рамках Capsman? Мы настроим с вами разбивку по каналам, мы организуем несколько конфигурационных настроек и передадим их точкам доступа при помощи провизинга. Также мы реализуем такие механизмы, как handover и band-stealing. Для начала Capsman необходимо включить. Где мы это делаем? Мы заходим во вкладку Capsman и в Manage ставим Enable. Контроллер включен. Замечательно. Пол дела уже сделали. Теперь мы создадим с вами некие заготовочки, где выберем те каналы, которые хотим использовать. Отдельно сделаем заготовочку на 2,4 ГГц и отдельно на 5 ГГц. На что бы хотела обратить ваше внимание. На 2,4 ГГц мы выберем три непересекаемых канала. Первый, шестой, одиннадцатый. Для пятерочки выберем три канала из нижнего диапазона. Что немаловажно, в этих конфигурациях мы с вами определимся с TX Power, с мощностью Wi-Fi передатчика. Обратите внимание, на 2,4 это будет 15 BAM, на пятерочке это будет 22. Почему они такие разные, мы сейчас с вами поймем. Это нам будет необходимо для реализации определенного инструмента. А какого? Я вам сейчас расскажу. Все, наверное, знают, что такое Ben Stirling. Допустим, у нас двухдиапазонная точка доступа на 2,4 ГГц, и мы хотим, чтобы пятерочка была в приоритете. Как нам этого достичь? Давайте мы вспомним важный момент, что не точка доступа решает, к какому частотному диапазону подключится клиент. Все-таки этот выбор остается за клиентом. И если у нас единый SSID, двухдиапазонная точка доступа, она может только порекомендовать, как говорится, помахать рукой клиенту, давай, подключайся на пятерочку. Ben Stirling – это механизм нестандартизированный. И различные вендоры, и различные системные интеграторы пытаются эту проблему, эту задачу решить по-своему. Иногда бывает даже так, что клиенты вовсе не подключаются к точкам доступа, настолько старательно пытаются реализовать этот механизм некоторые вендоры. Но самый простой способ – поиграться с TX-Power, с мощностью передатчика. Давайте вспомним, как в природе самка, или в нашем случае клиент, выбирает себе стомца. Тот, кто самый сильный, тот, кто самый мощный, тот и молодец, тот и победил. Так и в нашем случае. Если у нас TX-Power на 5 ГГц будет мощнее и больше, чем на двоечке, RSSI, получаем сигнал со стороны клиента, мы увидим. И, соответственно, наш клиент, если у него не выставлены специальные настройки по приоритизации, с удовольствием подключится в первую очередь на 5 ГГц. Вот таким безболезненным способом мы сможем с вами реализовать Ben Stirling. Рекомендую, совершенно это просто и несложно сделать. Давайте теперь вернемся к нашим настройкам Capsman. Итак, смотрите. Основная наша задача, чтобы точки доступа получили определенные настройки от контроллера. В принципе, этого мы и хотим добиться. Реализовать эту задачу можно несколькими способами. Во-первых, после того, как точки доступа отдадут свои интерфейсы на откуп контроллеру, мы можем настраивать каждый беспроводной интерфейс вручную. Заходить в настройки и что-то там делать. Это один вариант. Скажем так, статический, ручной. Мы можем воспользоваться провизингом. Но опять-таки в частичном варианте. Какие-то настройки передать автоматически, какие-то настройки докрутить вручную. Это такой средний промежуточный вариант. И третий вариант. Например, мы хотим все абсолютно настройки передать точки доступа, автоматически воспользовавшись провизингом. Чаще всего в проектах мы используем средний промежуточный вариант. Что-то передаем провизингом, что-то докручиваем вручную. Делаем более тонкий тюнинг, более тонкие настройки. Допустим, мы сильно не хотим париться. Мы хотим все настройки автоматически передать. Подключилась точка доступа, передала свой интерфейс на откуп контроллеру и получила все соответствующие настройки. Давайте вспомним, сколько у нас сетей. Три беспроводные сети. Work, Corp, Guest. По логике у нас должно быть три конфига. Так бы оно и было, допустим, если бы наша точка доступа была одна диапазонная. Либо нам было бы все равно, какие каналы будут использоваться и с какой мощностью передатчика будут наши точки доступа работать. Но нам эти параметры небезразличны, и мы хотим конкретики. Поэтому мы внесем в наши настройки контроллера некую изюминку. Сделаем некую хитрость. Мы создадим с вами не три, а четыре конфига. Два из них будут относиться к физическому интерфейсу, и отдельно мы создадим конфиг на 2,4, отдельно на 5 ГГц. Здесь приведен пример настройки конфига на 2,4 ГГц. Да, мы выберем здесь абсолютно нормальные параметры. Это и мод, и SSID. Мы какой-то ключ безопасности установим. Мы подтянем сюда во вкладке channels нашу заготовочку, где мы выбрали с вами три непересекаемых канала на 2,4 ГГц. Все мы это здорово с вами замечательно сделаем. И повторим аналогичную манипуляцию для 5 ГГц. Теперь мы создадим с вами провизинг. Но здесь опять интересный момент. Настроек провизинга у нас будет 2. Одна на 2,4, одна на 5. Но вы зададите вопрос. В радио МАК стоит МАК-адрес 0,0,0,0,0,0. То есть любой. Как мы определим, данная настройка касается 2,4 ГГц или 5? Кому передать настройки и какие? В этом случае мы сможем с вами задействовать такой параметр, как hard support mods. Здесь мы можем с вами выбрать отдельно настройки 2,4, отдельно настройки 5 ГГц. Так мы и сделаем. Выберем с вами GN либо AC. И теперь один провизинг будет передавать настройки 5, другой 2. И, естественно, сюда же прикрутим наши конфигурации для виртуальных точек доступа. У нас есть, вы помните, да? У нас еще есть гостевая корпоративная. Теперь все наши вопросы и проблемы решатся. Нам ничего не нужно будет подкручивать вручную. Все настройки будут передаваться абсолютно автоматическим образом. При всем при этом мы будем выбирать каналы из тех, которые заготовили заранее, и мощность передатчика будет определяться именно нашими требованиями. Давайте теперь поговорим об очень интересном моменте. Плавный бесшовный переход клиента между точками доступа. В простонародье handover или бесшовный roaming. Мы очень часто встречаемся с такими высказываниями, что у микротика не реализован бесшовный roaming, так как он не поддерживает определенные стандарты, РК и так далее. Но на самом деле практика показывает, что бесшовный переход от точки к точке клиента без потери сервиса на микротик происходит совершенно шикарно и замечательно. Даже без использования аксесс-листов, если ваши точки доступа управляются контроллером. То есть вам нет необходимости даже настраивать между точками ACL. Единственное, что вам необходимо сделать, это настроить периметр. Вам необходимо настроить аксесс-листы по периметру. А что, если клиент совсем уйдет из зоны покрытия? Следующий слайд – это скриншот. Знаете, как это фильм был создан на реальных событиях. Действительно, это абсолютно реальные данные. Мы пингуем наш контроллер, и мы видим, что пинг совершенно не теряется, ни один. И на скриншоте также видно, что наш клиент перемещается с одной точки на другую. Мы пингуем, пинг не теряется, клиент перемещается между точками абсолютно плавно и бесшовно. Если, может быть, кому-то не верится, с удовольствием вам это сможем продемонстрировать. Приходите. Но действительно, мы проходили тестирование в разных компаниях, в том числе и в Ростелекоме. Они нас мучили с этим бесшовным роумингом, вы не поверите, целый день. Но, тем не менее, приняли микротикс именно с параметром прохождения бесшовного роуминга. На капах там все просто. Мы указали IP-адрес капсмен, и указали, какие интерфейсы будут переданы на откуп контроллеру. Когда у нас точки доступа подключаются, передают свои интерфейсы, мы это все замечательным образом видим, и на 2,4 ГГц, и на 5 ГГц. И соответствующим образом эти интерфейсы попадают в нужные бриджи, и все у нас работает как положено. Также, если мы зайдем с вами в статус, в вкладочку, мы увидим, что у нас используются необходимые частоты и также мощность передатчика. Теперь подойдем к гостевой сети. Наша задача была предоставить выход в интернет нашим клиентам посредством hotspot с использованием смс-авторизации. Что такое, в принципе, hotspot и буквально коротко о базовых настройках. Hotspot – это такой очень удачный, очень элегантный инструмент, предоставляющий возможность выхода в интернет посредством веб-авторизации. Действительно, это может быть очень красочно, очень красиво. Многие гостиницы, корпоративный сектор используют hotspot для рекламы, для предоставления информации клиентам о каких-то своих услугах и так далее. Действительно, это очень удобно. Клиенту нужно всего лишь ввести логин, пароль для авторизации и получить выход в интернет. Для того, чтобы настроить hotspot на микротик, вам необходимо, чтобы у вас был установлен пакет hotspot, и зайдя в IP hotspot при помощи визарда, вы можете совершенно легко next, 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 next настроить hotspot. При этом вы увидите, что будут созданы определенные пулы IP-адресов, которые будут выдаваться. Вы можете также указать DNS name для того, чтобы после авторизации не светился IP-адрес вашего контроллера, допустим, было красивое имя. и создать пользователя по умолчанию у микротек админ без пароля. Управлять пользователями вы совершенно спокойно можете во вкладочке users, вы можете их менять, удалять, добавлять, изменять как угодно. Также вы можете легко и просто кастомизировать стандартную страничку hotspot. Вы можете зайти в files, перетащить на рабочий стол файлик login.html и отредактировать его любым известным вам редактором. Затащите обратно, и все у вас будет красиво и замечательно работать. Ходспот настроен, но при всем при этом нам необходимо соблюсти законодательство. Нам необходимо, чтобы наши пользователи, клиенты, гости, которые воспользуются нашим Wi-Fi и выйдут в интернет при всем при этом, занесли свои какие-то персональные данные, то есть авторизировались с использованием внесения персональных данных. Этого требует законодательство. Есть даже некий перечень федеральных законов, постановлений правительства, которые обязывают собственников сети хранить эти данные, MAC, адреса, IP, телефоны, какое-то определенное количество времени. Это сделано небезосновательно, это необходимо. Какие же виды авторизации существуют в природе, чем мы с вами можем воспользоваться? Ну, понятное дело, на рынке Российской Федерации имеются некие онлайн-авторизации, это некие сервисы, платные сервисы, которые предоставляют многие компании, операторы связи в том числе. За эти сервисы необходимо платить ежемесячно и так далее. Также вы можете воспользоваться собственными силами, использовать некий скриптинг, автономную авторизацию, либо специализированное ПО. Но, как мы понимаем, у любого дела есть две стороны, есть черная, белая, и недостатки и преимущества мы рассмотрим с вами. Давайте поговорим с вами об онлайн-авторизации, а именно об различных онлайн-сервисах. Ну, какие можно отметить плюсы? Во-первых, на рынке есть очень много поставщиков таких сервисов. Действительно, заходите, интернет пестрит, они предлагают за разные суммы ежемесячно отправлять вашим клиентам смс-ки, либо обратный звонок, либо через соцсети, а иногда все сразу. Мы тут вечером вчера были в кафе, так выйти в интернет была целая история. Сначала тебе обратный звонок, потом авторизируйся через соцсети, потом заполни анкету. И в конечном итоге мы так и не вышли в интернет. Да, но не суть. Возможно, где-то это плюс, где-то это минус. Также операторы связи, многие компании вместе с этими сервисами предоставляют очень много дополнительных каких-то услуг. Это и различная аналитика, сбор данных, так далее, так далее. И также преимуществом является мультивендорность, то есть работают на разного рода оборудовании. Среди минусов можно отметить, ну, понятное дело, все влияет на наш кошелек, ежемесячные расходы. Да, за сервис каждый месяц необходимо оператору платить. Самым, наверное, главным минусом является то, что база ваших клиентов находится не в ваших руках. А потом наши клиенты удивляются, почему к ним приходят на телефон различные рекламы, конкурентов, им звонят, беспокоят, так далее, так далее. Действительно, база ваших клиентов от вас утекает, и это печально. Ну, и, естественно, мы зависим от качества работы этих операторов и этих компаний. Хорошо они работают? Ну, слава богу, а если не очень хорошо, то опять-таки мы страдаем. Если поговорить о видах автономной авторизации, то есть плюсы, есть и минусы, хотя плюсов все-таки больше. Если мы говорим именно о автономной авторизации, которая работает с MicroTik Road 3S, большой плюс – ваша база клиентов никуда от вас не уплывет, она будет только ваша. Вся эта история будет под вашим совершенно управлением, под вашим контролем. Вы сможете задействовать полный функционал MicroTik Road 3S, он действительно обширный и гибкий, и это очень здорово. Ну, из минусов можно отметить, что действительно требуется знание MicroTik Road 3S, а это для некоторых может быть какая-то сложность. Ну, и немного меньше аналитики различной, чем у сторонних компаний. Ну, я думаю, что минусы не слишком отразятся, плюсов все-таки больше. По поводу автономной авторизации. Да, мы можем воспользоваться с вами скриптами, мы тоже в свое время болели этой болезнью, но в конечном итоге поняли, что все-таки скриптофилия имеет все-таки больше минусов, чем плюсов. В конечном итоге это некий костыль, ненадежный, очень часто слетает после определенных манипуляций с Road 3S. Да, вы можете потренироваться в скриптинге, прокачаться даже, получить, может быть, даже от этого удовольствие. Но, вы знаете, удовольствие очень сомнительное. Казалось бы, бесплатное, но, с другой стороны, очень дорогое. Сколько времени вы потратите на освоение скриптописи, и, собственно, сколько времени вы потратите на создание этих скриптов, а потом их на пересоздание, после того, как обновитесь в какой-то момент, то, наверное, все-таки дешевле вам будет приобрести некое специализированное ПО, которое будет надежно работать и отвечать вашим запросам. И я рада вам представить Hotspot Access Registration. Это ПО нашего производства, нашей компании. Отвечает всем требованиям российского законодательства, устанавливается буквально за 5 минут, работает как в режиме SMS-авторизации, так и Ticket. То есть очень удобно для гостиниц с иностранными посетителями. Очень подробненько, я сейчас не буду об этом говорить, вы можете узнать на нашем стенде, поинтересоваться и ценами, и, собственно, как это можно установить и использовать. Кроме HAR, также наша компания, занимаясь разработкой софтов, готова поделиться интересной информацией о софтинках по централизованному управлению большим количеством микротиков. Обо всем об этом, опять-таки, на нашем стенде. Будем очень рады вас видеть и ответить на ваши вопросы. А у меня на сегодня все. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.